Елена Шиханова с 2015 года работает в Самарском университете. Вместе с супругом и сыном жили с родителями мужа. Потом снимали жилье. Этот Новый год семья будет встречать на новом месте. Елена, как работник вуза, получила квартиру в общежитии. Во-первых, это близко к работе. Во-вторых, нам очень комфортно, что дали хорошую, просторную квартиру, двухкомнатную. Садик рядом, поэтому ребенок тоже рад, что в саду доступности ходим в садик. Общежитие начали возводить в 2016 году. В какой-то момент работы заморозили, но здание удалось достроить по федеральной целевой программе развития образования при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ну что, Максим, ты здесь освоился, но покажешь немножко, как живешь-то. Давай, я тут начну. На привычное общежитие это мало похоже. За каждой дверью комната, своя кухня, прихожая и санузел. На этаже одна двухкомнатная квартира и пять однокомнатных. Все оснащены мебелью и бытовой техникой. Жилье предоставляют молодым ученым, семейным аспирантам и магистрам. Главное условие – работать в УЗИ и не иметь собственной жилплощади. Владимир Батров руководит волонтерским центром университета. Во время чемпионата встретил будущую жену. Даша тоже в рядах добровольцев. Спасибо большое Министерству науки и высшего образования России за такую классную возможность проживать в Здоровском общежитии. Здесь очень уютно, здесь по-настоящему красиво и тепло. Это Здоровский подарок к нашему Новому году. У меня теперь есть своя кухня, на которой можно готовить очень вкусные пироги. Здесь уже принимают гостей и ведут беседы. Конечно, о волонтерстве. Это хорошая идея провести. Я уже дал добро. Уже все сейчас оформляем, считаем. Это волонтеры Победы здесь. Ой, как здорово. Даже нас участвовали. В 2017 году я попала в число послов Победы. И в 14 часов ночи на Красной площади мы помогали организовать рассадку. Кстати, после этого всем ребятам, которые вместе со мной, и мне в том числе, президент выписал благодарность. У меня есть эта благодарность. Она очень мне дорогая. В 18-ти этажке 90 квартир пока заселились только треть жильцов. Те, кто уже распаковал коробки, отмечают. Такие условия и внимание к молодым специалистам действительно мотивируют жить и работать в Самарской области. Мария Шпакова, Сергей Павлов, Новости губернии.